Очищение кишечника семенами льна с кефиром. Видео отзыв на очищение кишечника семенами льна с кефиром. Здравствуйте! Приветствую вас на видео канале Доктор Скачко. А я врач, фитотерапевт, диетолог, натуропат Борис Скачко. Автор более 1000 опубликованных видео в интернете. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть моих книг заказать и купить через интернет можно. Сегодня решил продолжить серию видео. Что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже. А также раскрыть еще некоторые особенности. Как правильно лечиться, вылечиться и жить без болезней. А именно! Как правильно провести очищение кишечника семенами льна? Семена льна часто используют для очищения кишечника. Но! Не все способы одинаково эффективны и одинаково безопасны для вашего здоровья. Как в ближайшей, так и в отдаленной перспективе. И очень часто используют измельченные семена льна и кефир. Вроде как два ингредиента легко доступны и легко можно использовать для очищения кишечника. И как это обычно делают? Обычно берут кофемолку. Обязательно нож должен быть. А не шестеренки как измельчающий элемент. Одну-две столовых ложки семян льна. Не с первой попытки кофемолка решила очищать, измельчать. И дальше измельчаете кофемолку. Все вроде как просто. Что будет после этого? Вы измельченные семена льна добавляете к кефиру. И очищение кишечника идет! И реально вы это видите! Увеличивается частота появления стула. А также увеличивается его объем. Что вы при этом получаете? Измельченная мука семян льна вот так выглядит. Вот это вы получаете от комбинации двух продуктов. Вы получаете интересное действие. Я пока их отставлю. Есть такая интересная книжица. 1962 года выпуска. Акцентирую ваше внимание на названии. Токсикология ядовитых растений. Автор Иван Гусынин. Профессор. Это четвертое издание книги. Открываем на нужной странице про семена льна. И позволю себе процитировать. Возможно вы такую книгу и не достанете. Итак, цитирую профессора Гусынина. Источником образования синильной кислоты в льне является цианогенный гликозид линемарин. Количество линемарина, образующееся в зеленых частях, стеблях, листьях и цветочных почках возрастает до периода цветения. А после него содержание линемарина резко падает. И он концентрируется теперь в семенах. Иными словами, до периода цветения льна — абсолютно безопасное растение. Как только начинается цветение — появляется цианогенный гликозид линемарин. Содержание его в семенах колеблется от 0,01% до 0,03%. А в жмыхах — до 0,7%. Известна статистика, для кого опасны семена льна. Секундочку. Известны случаи отравления свиней, крупного рогатого скота и лошадей. Акцентирую внимание на лошадях. Это реальная опасность. И когда семенами льна очищают беговой лошади кишечник перед забегом, я понимаю, что бежать ей будет легче. Но бегать она после этого будет недолго. В этой же книге описан результат случайного выпаса крупного рогатого скота на участке с засеянным льном. Цитирую. В бывшей Самарской губернии во время выпаса в течение двух часов на участке с засеянным льном заболели все коровы большого стада 270 голов. Состояние больных было крайне тяжелым. Из 270 голов в ближайшие же часы пало 109 животных. Оставшиеся животные в живых быстро восстановились. Наиболее заметными признаками заболеваний были беспокойство, мычание, ускоренное дыхание, потение, шатание, дрожь, слюночечение. Животные погибали при явлении вздутия живота. Иными словами, когда вы принимаете семена льна и у вас есть вздутие живота, это говорит о том, что токсическое действие семена льна на ваш организм появилось. Конечно, если у вас не появилось мучание, активное потение, дрожь, то скорее всего вы выживете. Но! Я бы советовал использовать прекрасный продукт для очищения организма — кефир несколько по-иному. На моем канале вы можете найти, что такое кефирная диета для похудения. Также есть кефирно-борщевая диета для похудения. Но! С семенами льна я врагу не советую совмещать кефир! Это прекрасный продукт для здоровья! А семена льна могут дать вам совершенно интересный результат! И вполне предсказуемый! Это сокращение продолжительности вашей жизни! В принципе! И угроза для вашей жизни здесь и сейчас! Если семян льна будет относительно много! И синильной кислоты в них может быть относительно много! У вас датчика нет! Просто если вы используете измельчение семян льна в домашних условиях! И не удаляете оттуда цианогенный гликозид линемарин! То такой фактически измельченный мук или шрот семян льна опасны для вашего здоровья! Нужно предварительно правильно обработать семена льна! Чтобы удалить цианогенный гликозид линемарин! Поэтому я бы советовал вам вместо семян льна использовать секретный ингредиент! Который был на протяжении всего видео в кадре! Он находится под этой чашкой! Его легко получить! И фактически это отходы другого продукта! Другого коктейля! Я бы сказал! Коктейль антидепрессия или антидепрессант! О котором я расскажу в одном из следующих видео на своем канале! А это морковно- яблочно-чесночный жмых! Многие выбрасывают отходы от коктейля антидепрессант унитаз! Я бы советовал использовать правильно! И при комбинации этого жмыха с кефиром вы получаете похожий эффект! Иными словами! У вас клетчатка создает объем каловых масс! Ускоряется продвижение по кишечнику содержимого! Часть токсинов может связаться с этой клетчаткой! И также покинуть ваш организм! Иными словами! Вы получаете эффект очищения кишечника! Но! Безопасно! Для вашего здоровья и для вашей жизни! Видите! Ини еще есть! Полностью не размёрзся! Поэтому растанет вряд ли! Но! Поместили в кефир! Можно перемешать! И после этого употребляете в таком виде кефир! Для очищения вашего кишечника! И укрепление вашего здоровья! Самое главное! Безопасным способом! Но! Семена льна — далеко не единственное лекарственное растение! которое может вам навредить! Есть сотни других лекарственных растений! Даже не относящихся как семена льна к разряду ядовитых! Неправильное комбинирование которых! Способ приготовления либо применения! Без учета имеющихся у вас заболеваний! Может вам также навредить! Как и пищевые растения! Даже экологически чистые! При неправильной комбинации в блюде! Либо способе приготовления! Могут угрожать вашей жизни! Как в ближайшей! Так и в отдаленной перспективе! Если вы подписчик моего канала! Либо уведомления о новых видео приходят вам в почту! То эту информацию вы будете знать одним из первых! И раньше создадите более безопасные условия для своей жизни! Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать! С привычным подписчиком моих каналов словами! Крепкого вам здоровья! И разумного к нему отношения! А в одном из следующих видео я расскажу! Как приготовить настои из семян льна! Для очищения кишечника! Для похудения! Одновременно! Как можно этим настоем правильно приготовленным! Вылечить гастрит! Гастрододенид! Даже способствовать излечиванию язвенной болезни желудка! Либо 12 перстной кишки! Поэтому пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео! Не забудьте поставить на это видео лайк! Потому что мы узнали на мой взгляд очень интересный способ! Как же худеть! Очищать кишечник! Сохраняя ваше здоровье! Те кто не знают содержимого семян льна! И советуют применять муку из семян льна! Они просто не знают фармакологию! Да! Эта мука прекрасно выглядит! Имеет оригинальный цвет! И кефир, наверное, был бы интересного цвета! Но! Вот здесь потеря вашего здоровья! И потеря вашей жизни! Нельзя просто так использовать семена льна! Даже если они так доступны! Напомню! Описаны они в этой интересной книге под названием Токсикология ядовитых растений! Страница 459! Кого интересует более подробно! Где найти в этой книге? До новых встреч на моих каналах! Это доктор Скачко и школа доктора Скачко! Крепкого вам здоровья! И разумного к нему отношения! Огромный пакет! Скачко и школа! Огромный пакет!